Держись, молодежь! Ну давай! Саше было два года, когда мы не знали, на что у нас аллергия, хотя это был пухленький, веселый мальчик. Начали делать анализы, и выяснилось, что аллергия на глютен. Под наркозом делали морфометрию, и выяснилось, что это особая форма целиакии, которая отличается от того, что прописано в учебниках. И дети имеют визуально здоровый вид, на самом деле. На тот момент уже были повреждения кишечника достаточно серьезные. Мы были не готовы к этому. Как объяснить родственникам, друзьям, что тебе, твоему ребенку, нельзя дать печеньку или даже конфетку? А что такое, когда надо отдельно готовить для ребенка? И вопрос цены, конечно, еще на тот момент цена, конечно, была большая на муку. На сегодня это 600 рублей за килограмм муки. Мы вам рады! Мы вас ждали! Добро пожаловать на марафон! 28 декабря позвонили информаторы и сказали, ты сидишь? Я говорю, сижу. Сиди и пиши. Вам выдается 19 килограммов муки, мы реально это все помним, и 32 пачки макарон. Я сижу, плачу и говорю, а что, Дед Мороз существует? Бывает и 50 рублей бабушка принесет, а бывает и пенсионер почти всю свою пенсию отдаст для того, чтобы помочь ребенку. Мы единое тело не везет, и облако белое везет, что прожит такой деталь, и нет на свете, нет и длинного. Это же счастье! Это счастье, когда твой ребенок просто ходит в школу. Для кого-то это дается легко, а для кого-то выученное стихотворение – это уже счастье. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Мы хотим сказать, чтобы все детки были старыми. Неразлучные друзья, взрослые и дети.